Приветствую вас еще раз, дорогая церковь, дорогие друзья. С чего бы начать? Мы последний раз от Рихарда слушали проповедь. Кто помнит, о чем она была? О глазах, о глазе. Одном, два глаза у кого как. О способности видеть, да? О способности видеть. И очень важная тема. Место Писания, где Христос предупреждает нас, смотрите, свет, который в тебе есть, не является ли он тьмою, да? Или другое место, которое говорит, если око твое будет светло, то и все тело будет светло. Но если твой глаз, по-немецки сказано, бьезе, сейчас даже не помню, как по-русски говорится, если оно зло, да, то все тело будет темно, на душе будет темно. То есть чем мы наполняем себя? Если вы помните, я привел Джона Буньяна в пример, в конце, где он описывает в книге «Духовная война» и сравнивает человека, это такая книга-аллегория, сравнивает человека с городом, вокруг которого есть стены, есть ворота, и вот эти ворота, через что, как люди туда заходят, это, значит, наши глаза, наши уши, через что мы пропускаем в себя, во внутрь этого города людей, опасность, проблемы. И вот уши тоже такая проблемная зона, это тоже ворота. Мне сегодня хотелось поговорить об ушах, о нашей способности слушать. Дело в том, что в Библии есть, знаете, такие базовые темы, которые нам надо знать, если мы их неправильно понимаем, то мы вообще можем сказать, но верим напрасно. Вот мы сейчас церковью разбираем послание Коринфянам, да, и там такой момент есть, да, про воскресение мертвых. Он говорит, если вы, если Христос не воскрес, как вы говорите, что нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, тогда вы все еще во грехах находитесь. Да, то есть это такая тема, которая нужно понимать и знать, что есть воскресение мертвых. На этом основывается наш смысл, нашей веры, что мы будем жить после того, как умрем. Есть темы такие, которые очень важны, о которых надо много говорить, размышлять. Но вообще-то надо сказать, что в Библии все темы важны, да, но есть такие темы, которые настолько очевидны, настолько, как бы, само собой разумеется, о которых мы говорим, что мы мало о них размышляем. Мало о них размышляем и тем самым приводим, ну, если можно так сказать, в опасность свою душу или теряем очень многого. Мы очень много теряем. И вот тема нашим способности слушать, это вот как раз такая тема, которая настолько очевидна. Ну, вы, наверное, замечали, да, кто Библию читает, что Христос очень часто говорит такую фразу, кто имеет уши слышать, да слышит. В основном, после каких-то притч, он говорит, а кто имеет уши слышать, да слышит. Это же настолько очевидно. Но у всех у людей уши именно для того, чтобы слушать, да, не чтобы их на подушку положить, а чтобы именно слушать. Для этого уши нам даны. Почему Христос так часто это говорит, кто имеет уши? Как будто есть люди, у которых не имеют уши слушать. Очевидно, нам надо уши для того, чтобы слушать. Все Слово, все Евангелие, как написано, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Мы должны уметь слушать, но умеем ли мы? Для нас это настолько очевидно, что мы слушаем, что мы, мне кажется, мало об этом размышляем, а правильно я слушаю? Умею ли я слушать? Мне хотелось бы с вами немножко, несколько текстов рассмотреть. О некоторых мы будем говорить, некоторые мы просто почитаем, так сказать, поставить вопрос или натолкнуть нас к размышлению. Умеем ли мы слушать? Вот один из таких текстов, это в послании к евреям Павел говорит такую фразу, что вы сделали с неспособными слушать. Интересная фраза, не правда ли? Извиняюсь, я сказал Павел, я так верю, что это Павел написал, вообще-то автор не совсем известен. Вы сделали с неспособными слушать? Интересно, да? Что произошло, что он стал неспособным? То есть, он был способен, он услышал, он уверовал, он пришел к Богу, и вдруг что-то произошло, что он сделался неспособным слушать. В Старом Завете Бог очень часто через пророка Исаию и через других пророков осуждает народ, что у них стало грубое сердце, что они ушами слушают и не слышат, и очами смотрят и не видят, и не обратятся ко мне, чтоб я исцелил их. причина, что человек не может слушать грубое сердце. Знаете, почему я решил об этом говорить? Меня натолкнула одна проповедь. Меня один человек прислал по WhatsApp ссылочку на проповедь. Я не знаю, знал ли он или нет, что этот проповедник и пресвитер церкви, который там проповедует, что я его лично знаю. но когда я открыл ее, я увидел, кто это. Имена не буду сейчас говорить. Я не помню, где я находился, то ли у врача, но что-то мне нужно было ждать. Я знал, что я ее всю послушать не смогу. Я так включил, чтоб начало послушать о чем. И это на YouTube было, и я хотел почитать комментарии. В нашей церкви мы комментарии деактивировали, чтобы их вообще не было. потом скажу пару слов почему. А тут не было так, тут можно было комментировать, вот люди комментировали. И когда я их прочитал или начал читать эти комментарии, то мне стало очень печально, потому что в основном или очень много этих комментариев были негативны. некоторые говорили и это проповедник, как он себя за кафедрой ведет, а точно ли у него столько и столько лет стажу, что это не похоже. Другой говорит упаси Бог от такого пресвитера. я не дослушал проповедь и в принципе это не важно. Важны комментарии. Мне стало интересно, вот действительно проповедник очень разный бывает, да? Какое впечатление мы оставляем? Конечно, проповедник несет свою ответственность за это и очень большую ответственность. Как Иаков пишет, не все делайтесь учителями. Не все делайтесь учителями, потому что мы несем большую ответственность. Человек, который не согрешает слове, может обуздать все свое тело. Скажите, может кто-нибудь обуздать все свое тело? Пророк Исаия говорит о том, что бедный я человек, потому что я человек с нечистыми устами, как и весь народ с нечистыми устами. Бедный человек, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. Это записано в Исаии, 6 глава, 5 стих. Пророк Исаия говорит о себе, бедный я человек, я погиб, потому что я с нечистыми устами. Иаков предупреждает, не делайтесь учителями. Мы несем большую ответственность за то, что мы говорим. От этого зависит благословение нашей личной и нашей семьи, потому что если мы несем Божье слово и в чем-то ошибаемся, Бог будет работать, чтобы привести нас к тому, чтобы мы понимали правильно. Это очень большая ответственность. Но другой вопрос, как мы слушаем. Знаете, нам легко говорить, вот пришел для того, чтобы послушать. Екклесиас, Соломон в книге Екклесиаст в 4 главе он в 17 стихе говорит такие слова «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо не думают, что худо делают». Раньше, когда шли в Дом Божий, очень часто это сопровождалось с жертвоприношениями. Жертвоприношений было много, они были различные. Жертва за грех, жертва всесожжения, жертва благодарения. И человек, когда шел в храм, он готовился. Мы сегодняшний день тоже готовимся, правда, не к жертвоприношениям. Мы готовимся, прическу сделаем, рубашку погладим, то есть приготовимся. Они тоже готовились, готовились еще и жертву. Какую жертву принести? Выбрать ее надо, как-то там запаковать или с собой привезти. И вот Соломон, он говорит, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Мы понимаем, что он не говорит о том, чтобы нам не споткнуться на дороге. Это обычное дело. Мы можем споткнуться, упасть, но в основном мы ходим, доходим до цели нормально. Если бы мы постоянно падали на каждом пути, мы бы соответственно защищались. Мы тут, как вот Тим ездит на велосипеде, мы бы там на коленнике, на все одевали шлембы, чтобы дойти целыми. Нет, мы ходим нормально. То есть понятно, что он не о ноге беспокоится, чтобы мы не споткнулись. Он хочет нас поставить или чтобы мы задумались, а с какой целью ты идешь в дом Божий? И он говорит, эта цель должна быть в первую очередь послушать, не жертву принести. Жертва благодарения. Да, я хочу вас благодарить Бога. К примеру, я иду в церковь принести жертву. Он говорит, ну, благодарить это хорошо, но в первую очередь Бог хочет, чтобы слово, которое это услышалось, на тебя подействовало, ты исправил свою жизнь или прокорректировал свою жизнь. В этом прославление и в этом благодарность. Когда мы слушаем и преклоняемся перед словом, чтобы оно начало действовать в нашей жизни. Бог заботится об этом слове. Бог говорит в Царом Завете на косяках напиши, на лбу напиши, чтобы оно все время было перед глазами, чтобы ты об этом говорил. Говорил детям, когда идете по дороге. Говорил о том, когда спать ложишься. Для того, чтобы мы слушали и чтобы это слово на нас действовало. Он говорит, приготовь, будь готов к слушанию. Будь готов. Что значит быть готовым? Как я могу себя приготовить к слушанию? Вот если мы этот пример рассмотрим с этими комментариями, приготовили ли эти люди себя для того, чтобы слушать? Такое ощущение, что они включили проповедь и вот им что-то начало отвлекать их. Поведение проповедника, как он одет, нам постоянно что-то не нравится. То речь его не нравится, то говорит он неграмотно, то ударение не туда поставил, то пример был какой-то. Один там сказал, ну что он, как он себя ведет, что это за пример, это же шутник какой-то. Шуток слишком много было. Одному слишком много шуток, для другого это слишком сухо. Никаких примеров нет. Знаете, нам постоянно что-то не нравится. В Новом Завете мы читаем, что в последнее время будут ставить себе учителей, которые были в стиле слуху. И мы себя оправдываем, говорим, мы этого не делаем, мы не ставим себя, мы слушаем всех, но при этом мы всех комментируем. И мы не боимся этого делать. Я хочу сегодня дать совет нам для того, чтобы нам не лишиться этих благословений. Когда мы приходим и нам что-то не нравится, возьмите книжечку или тетрадку, записывайте, делайте натицин, чтобы уловить главную мысль, что он хотел сказать, чтобы об этом помолиться. Если тебе проповедник не нравится, приди домой и молись о нем, чтобы Бог лучше через него действовал, чтобы он лучше говорил, чтобы он пришел к познанию, молись об этом проповеднике. Вы знаете, Христос приводит очередную такую притчу, и мы ее очень хорошо знаем, поэтому я ее читать не буду. Это притча сейтели. Вышел сейтель сеять семя. Помните ее, да? Одно упало при дороге, одно упало на каменистую почву, одно упало, одно там тернии и только в одном случае, когда это семя принесло плод, когда упало на добрую почву. То есть это значит, она была не при дороге, там его не затоптали сразу же, там птицы не прилетели, не склевали его, там не выросло ничего другого, и вот он говорит, вот тогда это слово действует, и оно приносит плод. Интересно, ученики потом подходят и спрашивают его о значении этой притчи, он говорит, что семя это вот как раз слово. Сеятель сеет. Христос ведь не сказал, что этот сеятель, он там поделся неподобающий, или размах руки его слишком большой был, что там при дороге оно падало. Ты услышал слово. Действует ли это слово и приносит ли плод, зависит от того, как ты будешь слушать. Когда ученики пришли к нему и спрашивают о том, что это за значение, вот после этой притчи он ко всем обращается и говорит, кто имеет уши слышит, да слышит. ученики приходят и просят его разъясни. И он им разъясняет. При дороге это так, когда сатана придет и украдет из твоего сердца то, что ты услышал. То есть ты вообще об этом не размышляешь, оно тебя не задело, ты не размышляешь об этом, ты пошел своей дорогой, просидел, послушал и все. В другом случае, когда те дни выросли, то есть забот много, ты вроде послушал, ты вроде там даже как будто что-то начало прорастать, но у тебя другие проблемы, другое о том, о чем ты размышляешь, не о слове. В другом случае, проблемы начались, гонения начались, и вот к ним он обращается и говорит следующие слова, это Евангелие от Луки 8 глава 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Очень интересное и важное выражение. Лука 8 глава 18 стих. Лукас 8, 18. «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, вопрос, а что мы имеем? Что у нас может отняться и то, что нам может прибавиться, если мы слушаем? Слово это то, что несет нам спасение. Я прочитаю еще один отрезок или отрывок из Евангелия от письма от Якова, 1 глава с 19 по 25 стихи. Яков 1 с 19 по 25 Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей, посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающим природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел, этот час забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. смотрите, Иаков говорит, да будет человек скор на слышание, а медлен на слова. Мне кажется, это большая проблема, что мы любим говорить, мы любим поучать. Мое мнение, оно очень важно, и самое главное, что мы во всем разбираемся, мы очень умные. я очень часто замечал, что когда какой-то спор или дискуссия или разговор какой-то заходит, особенно на какую-то библейскую тему, очень часто в нас есть какое-то сложившееся мнение, мы об этом говорим, при этом мы даже не точно цитируем стихи, и самое главное, мы упускаем из виду, в каком контексте оно написано. «Да будет скорно слышнее, но медленнее на слова». Это говорит Яков к нам. Не говорите быстро, слушайте. Слушатель, он приобретает больше, он приобретает благословение. Мы вчера у нас в семье читаем сейчас такую книжку от Спержина на каждый день, там небольшой стишок из Библии и короткое размышление об этом стихе. Мы прочитали из Псалма 96-го, по-немецки это 97-й, 11-й стих. «Свет сияет на праведника и на праведных сердцем веселья». Это звучит так. Псалм 97-й, фес 11. «Свет сияет на праведника». Но этот, когда я его слушал, я думаю, что-то здесь не то, потому что с русским он не сходится. Та мысль, которую он сказал в оригинале и на немецком оно более точнее переведено, вот этот вот свет сияет, оно в оригинале звучит как бы свет посеян. То есть другими словами свет он взойдет над праведниками в определенное время. И вот у Сперджина была такая мысль, что наша праведность она дорого стоит. Она вообще чего-то стоит. Это стоит того, чтобы послушать слово, поверить этому слову и сделать по слову. И тогда это слово принесет плод. И вот этот свет, если мы праведники, если мы его применяем в жизни, оно восстанет, потому что оно посеяно, оно уже там заготовлено. Придет определенное время и этот свет встанет, взойдет. И Луиза привела примеры своей жизни. Ее нету, но я не спросил, могу я рассказать или нету, но так как ее нету, наверное, могу. Она рассказала из своей жизни, когда она жила в деревне в России, деревня маленькая, все знали, она была верующий человек, и в то время для верующего человека идти штудировать, идти учиться, после школы, можно сказать, возможностей не было. Ты мог бы пойти учиться, но корочку бы ты все равно не получил, поэтому не имелось. Она молилась об этом и решила остаться в церкви, чтобы в церкви работать, чтобы быть постоянно на собрании, и она работала просто бухгалтером. В церкви они начали там печатать, и так она познакомилась с компьютерной программой. Многие пошли учиться. Когда она приехала в Германию, она смогла здесь начать по своей профессии работать. У нее как раз знания были именно этой программы, на которой она работала в церкви, и ее специальность бухгалтера ей здесь пригодилась, и она начала работать, она работает по сей день по своей специальности. Прошло время, но эта верность слову, которое она сделала этот выбор, ее благословила. Многие из ее коллег, которые пошли учиться, они приехали сюда, им пришлось переучиваться. Многие с образованием намного выше ее потом работали здесь как по уходу за больными и за старыми людьми. Я не хочу сделать, не хочу эту работу как-то унизить, это очень важная и очень хорошая работа кому-то помогать, но дело в другом, им пришлось переучиваться. Из более высокой оплачиваемой работы можно сказать простые рабочие стали. А ее Господь благословил. То есть наша праведность она чего-то стоит. Слово Божие говорится для того, чтобы принести в нашей жизни плод. Он говорит не будьте слушателями только, только слушатели они обманывают себя, а мы даже слушать иногда не можем. Иисус как-то спросил про Иоанна Крестителя, от чего ходили вы смотреть? Трость ветром колеблемую. Что вы ожидали от этого человека? Что мы ожидаем от проповедника, когда мы приходим? Очень быстро наши ожидания превращаются в разочарование. Сказал плохо, нескладно, мысль потерял. Мы все люди, это все возможно. Но Он несет свою ответственность, мы несем свою, мы слушатели. Запиши, поразмышляй. В Деянии апостолов 17, глава 11 стих, там такой момент есть, здесь сказано Деяние апостолов, апостол Гешихта Зипцин Эльф. Здешние были благомысленнее филосолоникийцев, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они услышали то, что им было проповедано, и они начали в него вникать, они начали размышлять, точно ли это так. Мы иногда не разбираемся в Писании. Но у нас просто есть мнение. Мы даже не утруждаем себя перепроверить или посмотреть. Но дело даже не в этом. Дело в том, как мы слушаем. Кто имеет, там удастся. Мы имеем очень много. Этот свет, он уже посеян для нас. Если мы не ожесточим свое сердце, он зайдет. Если ожесточим, отнимется и то, что имеем. Смотрите, Иаков 1, отрезок, который мы читали, 21 стих. В кротости примите насаждаемое слово. В кротости могущее спасти ваши души. А что значит в кротости? В кротости это значит я не превышаюсь над проповедником, я не умнее его. В кротости значит говори, я хочу слушать. Я отодвигаю в стороны все свои причуды, все свои предвзятости. Много проповедников, в которых манера их проповедовать мне не нравится. Мы себя оправдываем тем, что ну что это за проповедник? Или от него то я не буду слушать. У него жизнь вон какая. А правильно ли это? Потому что истина остается истиной, вне зависимости от того, кто ее скажет вслух. Если нам какой-то дальтоник придет и скажет вот это красный свет, а вот это зеленый, а мы скажем да ты в цветах не разбираешься. Но если он действительно красный, то он красный, независимо дальтоник он или нет. или видит он все оттенки и знает каждый номер своего цвета. Знаете, есть Дин Норман, у которых каждый цвет имеет свой определенный номер. Ты можешь разбираться в них и знать наизусть, но если он красный, он красный, независимо разбирается или видит человек этот оттенок или нет. истина остается истиной. Может вам тоже не нравится что-то. Может кто-то думает, что из-за проповедника тут лысый стоит, да? Я шучу, но мы люди разные. Иногда такие аргументы услышишь, что думаешь, как может такое вообще в голову прийти. В послании к евреям в 4 главе в 1-2 стихе тут сказано «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам возвещено как и тем, то есть народу Божьему, Израилю, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою услышавших». Вы посмотрите, слышали и те, и другие. Мы читаем о том, что какое преимущество Павел пишет у еврея по отношению к язычникам. С одной стороны никакого, перед Богом все равны. С другой стороны великое приобретение, потому что у них есть слово. Они знают Бога, они имеют закон, у них великое приобретение. Какая привилегия, например, у наших детей по отношению детей с мира? Перед спасением никакого нету, и тем, и другим нужно покаяние и прощение. у них великое преимущество. Они знают Бога, они знают туда путь. Но если это слово, которое они слышат, не принято будет и не растворено верою, не принесет им никакой пользы. Это очень важно. Научитесь слушать, научитесь принимать Писание как Божье слово. Сомневаетесь в чем-то? Откройте Библию, начинайте изучать. В наше время, когда столько различных компьютерных программ, где можно даже тексты посмотреть, как они в оригинале звучат, ни у кого нету оправдания сказать, а я не разбираюсь в этом. Молись, постись, читай, разбирайся, не пропускай собрания. Еще один последний стих из первого послания к фессалоникийцам из статьи Салоника, глава 2, стих 13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не так, как Слово человеческое, но как Слово Божие, какое оно есть по истине, которое и действует в вас верующих. Они услышали Слово и приняли его как Слово Божие. Он говорит, какое оно есть действительно на самом деле, которое и действует в вас верующих. Если мы принимаем Слово, если мы его слышим, если мы его принимаем как Божье Слово, а не потому, что это какой-то знаменитый проповедник или это наш здешний, деревенский, то оно будет действовать. Я подумал о том, знаете, когда Христос ходил по земле и проповедовал, ведь тоже многие не принимали его. Его родные тоже приткнулись и сказали, «Да кто он такой? Разве не сын он Иосифа, которого мы знаем? И разве братья его не среди нас?» И написано, что приткнулись, даже о Христе приткнулись. А что говорить о нас, проповедниках, несовершенных людей, которые делаем ошибки, у которых хромает грамматика и так далее? Но если мы слышим Слово, если мы его принимаем, если мы над этим молимся, если мы в это верим, то над нами взойдет свет, мы получим большие благословения. Если нет, отнимется и то, что мы имеем. Слово Божье звучит не просто так. И даже не только в благословениях дела мы можем потерять наше спасение. В послании к евреям есть еще один такой стих. Он записан в главе 2, в 1 стихе. «Посему мы должны быть особо внимательными к слышанному, чтобы не отпасть». Евреям 2 глава, 1 стих. «Особо внимательно к слышанному». Чтобы не отпасть, но не совсем правильно переведено. В немецком или в оригинале там такое сравнение, чтобы не проплыть мимо. Знаете, когда течение есть, если ты не управляешь лодкой, тебя мимо пронесет. Мы можем сравнить, если ты плывешь. Вот в отпуске были, плывешь, и смотря, как солнце стоит, бывает, тебе так слепит. Ты-то смотришь все время как бы в воду, но тебе время от времени надо обязательно голову поднимать. Голову поднимать и смотреть точку, на которую ты направляешься. Тебя может течением отнести в сторону, у тебя может один взмах руки быть сильнее, чем другой. У меня это часто проблема. Одно плечо не совсем хорошо работало, и меня все время вот так в сторону отводило. Надо все время поднимать голову. А если солнце тебя слепит, надо остановиться, не плыть дальше, посмотреть и откорректировать свой путь. Тебя обязательно отнесет в сторону, если ты не будешь смотреть все время на цель. Особо внимательным к слышимому, чтобы не отпасть. Мы слышим слово, можно сказать, каждый день. Многие слушают слово по интернету. в собрание мы ходим. Но приготавливаемся ли мы для того, чтобы слушать? Или для нас важно, как мы выглядим? Какую одежду оденем? Как мы споем? Как мы расскажем? Это все хорошо. Но Екклесиаз говорит, они худо делают, если они идут не для того, чтобы послушать. Если мы идем не для того, чтобы сказать, как Самуил, Господи, говори, слушай тебя, раб твой. Да благословит нас Господь. Чтобы это очевидная тема, у каждого есть уши для того, чтобы слушать, но чтобы мы о ней задумывались, чтобы мы готовились для того, чтобы слушать. Потому что, если мы не будем это делать, от нас отнимется и то, что мы имеем. Да благословит нас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok